Пасхальная традиция Освящают первую пищу, скоромную которой они будут принимать после того, как вернутся домой с пасхального ночного богослужения, которое является самым главным богослужением для христианина в году. К сожалению, для нас, для очень многих, освящение Пасх яиц и куличей осталось единственным, что есть в нашей жизни от радости Пасхи. Только еда. Ну, еда особая, но все равно это просто еда. И, конечно, настоящей пасхальной радости она человеку дать не может. Это по уставу вообще должно совершаться после пасхального богослужения. Но в связи с наплывом людей, огромное количество людей, которые хотят это осветить, но не посещают богослужения, это было перенесено на субботу. Мясо в храм не приносится, хотя иногда приносят в храм. Там колбасу тоже кладут или какие-то консервы или что-то еще. Я хочу сказать вам, что мясо в храм не вносится. Оно отдельную молитву освящалось, как сказано в требнике, у дома священника, который был всегда рядом с храмом. Почему? Потому что кровавые жертвы Ветхого Завета, которые пророчествовали или предвзвещали жертву Иисуса Христа кровавую, они исполнились и наполнились смыслом в жертве Христовой. И больше никакие кровавые жертвы приноситься в храмах не могут, и поэтому в православных храмах не совершается. Но это искушение всегда было очень близко древнему христианину, и поэтому церковь запретила внесение любого мяса, любых мясных продуктов в храм, для того, чтобы никто не был искушаем вернуться к этому Ветхозаветному пониманию жертвы. А это происходит. Это особенно происходит, ну, например, как традиция, посетив богослужение, резать и готовить на всю семью барашка или козленка, например, в грузинской церкви. Я сталкивался с этим во время служения в храме Кирика и Улиты в Сванетии, древний храм XII века. Мы служим божественную литургию, рядом древний каменный дом для всех, огромный кан для варенья вот этого супа и какой-то крик животного. Потом мы выходим, оказывается, что это резали барашка. Вот где-то грань между просто трапезной, радостной, когда почему бы и нет, и все-таки религиозным осмыслением этого как некого ритуала. Вот чтобы этого не было, мясо в храм не вносится. Но, конечно, осветить яйца, пасхи, куличи лучше, чем вообще никак не участвовать в пасхальной службе. Но все-таки надо прийти на службу пасхальную. Не лишайте себя этой радости. Придите хотя бы на крестный ход, обойдите храм, вкусите этой радости, увидите эти светящиеся от радости лица постившихся людей, которые чем строже постились, тем больше даров от Бога могут принять. Постойте хотя бы 10, 15, 20 минут на службе. Но если не выдерживаете, идите домой. Но не лишайте себя хотя бы этой радости. Но все-таки я хочу сказать, что главное участие в пасхальном богослужении – это причастие на божественной ночной пасхальной литургии. Это самое главное. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.